У нас с OnePlus в последнее время были довольно непростые отношения. Всё началось с OnePlus 10 Pro. И продолжилось с OnePlus 10T. Но не волнуйтесь, OnePlus, дело не в вас, всё дело во мне. Но также и в вас, так как большинство смартфонов не складывается пополам. Обычно, к тому времени, когда телефон выпущен, следующая модель уже довольно далеко в фазе проектирования. Так что я не могу винить двух одногодок 10T в неудачах. Тем не менее, у OnePlus был целый год, чтобы исправить этот фатальный недостаток. И сегодня мы узнаем, станет ли OnePlus первым брендом, который выбьет три страйка подряд. Или станет ли этот новый OnePlus 11 в цвете бесконечно зелёной, началом пути искупления ошибок. Начнём с... Внутри коробки я ожидал, что нам дадут бесплатный чехол. Но нет, только наклейки. Тем не менее, в комплекте есть зарядка, что приятно. Обзорщики YouTube и реклама могут создать впечатление, что всё новое и улучшенное. Это происходит с каждой маркой смартфона ежегодно. Но на самом деле, единственное, что меняется ежегодно, это форма островка камеры. И в обзоре этого года на островок камеры OnePlus проделал солидную работу. Мне очень нравятся блестящие стальные линии. Но изумрудно-зелёный цвет корпуса всё ещё не в моём вкусе. Но поскольку мы имеем только два цвета на выбор в этом году, это зелёный, который немного интереснее, чем второй цвет, который чёрный. Поэтому выбор пал на него. Прямо из коробки OnePlus имеет защитную плёнку на экране. Спасибо им за это. Любая защита – это хорошая защита. Мы проводим тест по шкале твёрдости МОСа, чтобы выяснить, из чего сделан экран. Пластик царапается на втором или третьем уровне. Стекло на пятом или шестом, а сапфир на восьмом или девятом. OnePlus заявляет, что они используют стекло Gorilla Glass Victus. И это совпадает с нашими результатами. Лёгкие царапины на шестом уровне с более глубокими на седьмом. Экран действительно устойчив к царапинам. Это же стекло защищает 16-мегапиксельную селфи-камеру в виде отверстия в экране. Стоимость этого смартфона начинается с 699 долларов, что вполне неплохо. Разговорный динамик выполнен в виде тонкой прорези без сетки. Боковые стороны смартфона тонированы в тот же оттенок зелёного, что и заднее стекло. И они сделаны из металла. Кнопка питания тоже металлическая. Ещё мы видим интересно расположенную антенную вставку прямо там, где предыдущие два смартфона OnePlus сломались пополам. Это храбрый шаг. OnePlus вернул ползунок смены режимов в этой модели. Он позволяет легко переключаться между созвуком, только вибрацией и бесшумной. Мне это нравится. Сверху смартфона есть довольно большое отверстие. В нём тоже нет никакой сеточки. Я думаю оно относится к разговорному динамику или это верхний стереодинамик. Точнее мы сможем узнать в видео с разборкой. Ну или если он сломается пополам. В общем зависит от того, что случится раньше. С левой стороны тоже металл. А также антенные вставки и качелька громкости. Снизу у нас 80-ваттный USB-C порт для быстрой зарядки, отверстие динамика и двухсторонний лоток сим-карты, на котором есть уплотнительное кольцо. Но этот смартфон имеет сертификацию IP64, что означает защиту от лёгких брызг. А лично я не стал бы подвергать его любому виду жидкости. Заднее стекло в этот раз гладкое и отполированное. Островок камеры имеет необычное оформление. Он переливается изумрудно-зелёным и какими-то частицами. Это довольно необычно. Тут у нас основная камера на 50 мегапикселей. Двухкратная зум-камера на 32 мегапикселя. И 48-мегапиксельный ширик. Все они под единым стеклом вместе с тройной светодиодной двухцветной вспышкой. Круглый островок камер окружен полированным металлом, который имеет небольшую щель вместе с стыка с рамкой корпуса. На лицевой стороне у OnePlus мы имеем довольно впечатляющий дисплей. Размером 6,7 дюйма с 2К разрешением он отображает 1 миллиард цветов и имеет вариативную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц в зависимости от ситуации. 11.11 на часах, загадайте желание. Что интересно, экран выдержал более 50 секунд без каких-либо повреждений пикселей. Очень неплохо. Хотя все же у меня возникла проблема, связанная со сканером отпечатков. На первый взгляд кажется, что он работает очень хорошо, считывая отпечаток пальца супер быстро. Однако, когда я поцарапал поверхность более глубокими царапинами 7 уровня, он полностью перестал работать. Обычно такие царапины почти не влияют на сканеры. Но на этот раз царапины делают работу сканера невозможной. OnePlus больше не может распознать мой отпечаток. Это нехорошо. Самое время перейти к финальному испытанию на изгиб. Помните, предыдущий OnePlus 10T переломился прямо под островком камеры? И еще до этого OnePlus 10 переломился в том же самом месте. Итак, давайте посмотрим, использовали ли OnePlus последние 365 дней для исправления недостатков дизайна. Пока все выглядит не слишком хорошо. Появилась большая трещина, проходящая через всю заднюю панель. Она начинается от самого угла под островком камеры, где предыдущие модели сломались пополам. И это то самое место, где OnePlus добавил антенную вставку. Но смартфон все еще жив, так что давайте продолжим. Со вторым изгибом нижний край задней панели трескается на мелкие кусочки. Кажется, что внутри смартфона много пустого пространства, я могу ломать стекло, надавливая на него голыми руками. Вероятно, следовало бы добавить сюда хотя бы беспроводную зарядку, чтобы заполнить пустоту. Однако, после попыток согнуть его как спереди, так и сзади, мы имеем все еще полностью функционирующий аппарат. В то время, как треснувшее заднее стекло выглядит некрасиво и довольно неприятно, это просто косметический дефект, который не влияет на функциональность или удобство использования OnePlus 11. Так что да, в этом году OnePlus 11 выдерживает мой тест на прочность, но с трудом. Если вы купите этот смартфон, убедитесь, что вы также взяли и чехол, и все будет в порядке. Прочность – это только один из факторов, который следует учитывать при выборе нового смартфона. Спасибо за просмотр, переведено и озвучено мистер Бигмен. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий под этим видео.